Сегодняшняя тема. Об этом, доктору Питеру, сообщила главный специалист комитета по здравоохранению Петербурга по профилактической и оздоровительной работе у детей Светлана Рычкова. Чаще всего подростки вынуждены расплачиваться за увлечение компьютерными играми и зависание, в интернете, миопия, астигматизм и другие расстройства зрения диагностируются у каждого третьего. Вторую строчку в рейтинге болезней занимают последствия неправильного питания, хронические гастриты, гастродуодениты, дискинезия желчевыводящих путей. Им подвержен каждый четвертый школьник. На третьем месте – заболевания костно-мышечной системы, сутулость, сколиоз и другие нарушения осанки. От этой напасти также страдает каждый четвертый. Медики считают, что в детских проблемах со здоровьем виноваты родители, не научили отпрысков делать зарядку, закаляться, правильно питаться и соблюдать режим дня. Но беда еще и в том, что нынешние подростки появились на свет в конце 1990-х, когда экономическое положение было очень сложным. У родителей не было денег, чтобы покупать хорошую еду себе и детям. А когда детей плохо кормят в первые годы жизни, это крайне негативно влияет на их здоровье в будущем, рассказывает Светлана Рычкова. Мы обследуем 14-летних школьников в 2013-м, 2014-м и в последующие годы. Если состояние каждого последующего поколения будет улучшаться, значит, основной урон здоровью нынешних ребят принес именно экономический кризис конца 1990-х. Пока же могу сказать, что по сравнению с 14-летними школьниками, которых мы обследовали в 2011 году, нынешние ребята чуть более здоровые. Но сравнивать цифры пока рано. Итог можно будет подвести только через 5-10 лет. По словам Светланы Рычковой в проведении медосмотров возникают сложности, некоторые родители ни в какую не хотят отпускать своих детей в поликлинику. Им не нравится, что из-за посещения врачей школьники пропускают уроки или дополнительные занятия. Бывают и ханжеские причины, к примеру, когда родители не хотят, чтобы их дочь осматривал детский гинеколог. Они не понимают, что заболевания половых органов часто происходят в детстве. И чем раньше их выявить, тем лучше, подчеркивает Светлана Рычкова. Где в Петербурге найти детского гинеколога и андролога, читайте здесь по ее словам, в 2011 году отказов от диспансеризации практически не было. А в 2012 году против похода детей в поликлинику выступили многие родители. Итоги диспансеризации 14-летних школьников в 2011 году и 2012 году, по данным Комитета по здравоохранению Петербурга заболевания 2011 года. Число больных детей, осмотрено 26 864 ребенка, распространенность заболеваний 2012 года. Число больных детей, осмотрено 29 000 детей, распространенность заболеваний болезни органов пищеварения 10 197 1,2,6, болен каждый третий, 7846 1,3,6 болезни костно-мышечной системы 9 686 1,2,7, 7059 1,4, болен каждый четвертый, болезни глаз 9 261 1, 2,7, 8735 1, 3,2 болезни эндокринной системы 7 093 1, 3,7, 5951 1, 4,7 болезни органов дыхания 5 573 1, 4,8, 5035 1, 5,6 болезни мочеполовой системы 3829 1, 7, 33 39 1, 8,4 болезни нервной системы 3734 1, 7,2, 3915 1, 7,2 ожирения 2995 1, 8,9 2551 час 11 минут болезни системы кровообращения 2585 1, 10,3 2696 час 10 минут Недостаток питания 1823 1, 14,7 405 час 20 минут Нарушение ритма минзиос 1496 1, 9,1 1413 час 10 минут Болезни мужских половых органов 942 час 14 минут 2994 час 14 минут На осмотр одного ребенка из территориального фонда ОМС Было выделено 2500 рублей Антонида Пашинина Будь здоров и по-другому